Юбилейный 75-й год Великой Победы закончился, но это не повод забыть о подвиге. Дед Мороз в окружении красавиц-снегурочек спешит по адресам. Ветераны Великой Отечественной войны поздравляют волонтёры Победы. Как и полагается, с подарками. Активисты на радость ветеранов даже песни поют. Вот долог ледяной, дверь скрипучая, за шуршавой стеной дьма колючая. Спасибо всему населению, что так вспоминают нас, участников войны. Особое внимание к безопасности. Все волонтёры в защитных масках и перчатках. Перед походом к ветеранам обязательная сдача теста на ковид. Новогодняя акция охватила более тысячи участников Великой Отечественной войны по всему региону. У нас подготовлено более 100 волонтёров, которые у нас переодеваются и создают, и поют. У нас, кстати, гармонь была, когда перед Новым годом. Гармонистов подключали. И мы хотим небольшой создать праздник для каждого ветерана, чтобы они порадовались и чтобы лишний раз им было оказано внимание. Тем более у нас год 75-летие Победы, и они главные участники этого года. Акция продлится до 7 января. За новогодние каникулы волонтёры исполнят и более 200 желаний ветеранов. Волшебство дарит региональная акция «Ёлка. Заботы». Материальные и нематериальные. Например, материальный спортивный костюм, лыжи, палки для скандинавской ходьбы. Они материальные. Вот завтра мы буквально ветерана нашего Сергея Степановича повезём на рыбалку, если погода позволит. И есть ещё вот такие пожелания, чтобы прогуляться, выехать в парк, посмотреть на новые пространства. Всё это у нас ветераны загадывают, и я надеюсь, что мы всё исполним. Сергей Щеплягин, Максим Веселов. Время новостей.